Такая мысль пришла. Я раньше говорил уже об этом, о своих мыслях. Никогда не будет в мире порядка, потому что общая масса людей на планете очень глупа, нет никакого коллективного разума. И править только сильнейший. Править сильнейший не нравится, забери власть и ты правь. А нет, получается, ты можешь или терпеть, или выбирать место жительства, где ты хотя бы можешь критиковать. Да, править сильнейший, да, коллективного разума нет, да, основная масса людей на планете очень глупа, да, мы ни на что не можем повлиять, потому что нет коллективного разума, и всем высокоинтеллектуальным умам никогда не собраться вместе, и они не хотят воевать. Все умы, они такие пацифисты, например, как Позднер, ну Позднер такое себе, Позднер не очень, Позднер кажется плохой человек, как пастухов, например. А мы только имеем право выбирать место, где нам безопасно жить, чтобы мы могли хотя бы выражать свое мнение, критиковать. Вот и все. Повлиять на что не можем. И еще. А сильные должны обеспечивать права слабых. Слабых там всяких меньшинств, наверное, я не говорю там геи, лесбиянки, я говорю слабых, например, ну пацифистов, тех, кто, например, хочет выражать свое мнение. Мы тоже имеем право говорить. Ну если по теории государства и права. А если преступное государство, то оно, конечно, подавляет волю народа, и твои мысли, тебя даже за мысли могут посадить. Залезть в свой телефон, посмотреть, о чем ты с кем переписываешься, привязать это к какому-нибудь теракту там, или разрушению государства. Это неправильно, это надо понимать. Есть куча мудрых книг по теории государства и права, и там все это давно выражено. Мы это все забыли давно, и живем, блядь, навязали нам родину, патриотизм, честь мундира, офицер, вера, религия. И мы вот это начинаем увязывать. Не мы начинаем, ну да, государство нам навязало, что посредством этого потом тебя казнить или стыдить. Да, чтобы тебя казнить или стыдить. А глупый народ, так как ему так комфортно, ну кто-то действительно в это верит, а кому-то комфортно выбрать такую позицию, что вот, а как же, родина, патриотизм, мы за свою страну должны. Как-то так. Если мы за страну должны, то и она должна мне. А что ты сделаешь для страны? Да что я должен сделать для страны? Мы как муравьи, нас до хера. И каждый человек, эта букашечка ничего не стоит. Для того власть не придумана, чтобы все было классно у нас. А мы все же стерпели. Вот потерпите, потому что ради чистого неба, вспомните всегда, что ради чистого неба над головой, ради чистого неба над головой, лишь бы не было войны, лишь бы не было войны. И вот она война. И получается, ради чего всю жизнь стерпели, куда-то стремились к какому-то будущему, и сейчас все по пизде. И глупо, и лукавят люди. Ой, как все хорошо, как все хорошо. Дофига новостей. Это официальные источники. У нас на Кубани, Краснодарский край, Ростовская область, Махачкала, Дагестан, уже там 30% без света остаются. И что-то местами, где-то Дагестан до 70% без света. А это больницы, это дети, это вода, это отопление, это пиздец. Что тут хорошего? И все мудрые умы говорят, да, ошибка, ошибка Путина была. Надо было по-другому как-то решить этот вопрос. Но это у него единственный шанс, говорят, ну я чуть не совсем верю, но чуть-чуть верю. Это типа единственный шанс удержаться у власти. Потому что типа народ уже достиг той точки кипения, что да, мы терпим, терпим, ради чистого неба над головой. А как-то... Ну короче, блядь, условий развития нету, нету вот этого все равно свободу слова всю жизнь. Скажем, вот там душили, душили, душили. И... Наверное, все-таки, да, удержаться. Но я не верю, что, блядь... Ну все умные мудрецы говорят, ну блядь... Ну вот товарищ Познер, как бы я его ни называл, он-то правильно сказал, у Путина не было другого выбора. Ну мы же не виноваты, что у нас такой Путин. Мы еще его не выбирали. Он к этому шел долго. У него такой характер, у него такой склад ума. Как говорят, это надо изучать психологию, быть психологом, залезть к нему в мозги. А кто же к президенту залезет в мозги? К нему в мозги залезть нельзя. Поэтому у него какие-то есть свои, возможно, тараканы в голове, и он посредством их реализует свои амбиции. И вот, пересматривал сейчас много интервью, у Собчачки тех людей, кто за сволу. Они как бы, они как бы говорят, да им жаль Путина, что он принял такое решение. Типа, это было непросто. Ну неужели здоровому психическому человеку, здоровый психический человек, все-таки способен принять такое решение, чтобы уже сотни тысяч людей мрут с двух сторон. Вот. Неужели он способен принять такое решение? В чем тогда смысл жизни, блядь? В чем тогда жизнь, когда молодые пацаны еще и жизни не видели, и сразу умерли. А тем, кто остался, жил в уши суд, потому что патриотизм, они герои, они за родину умерли. Вот тебе медаль, вот тебе награда, вот тебе Лада Калина беленькая, ездить к сыну на кладбище. Батя всю жизнь мечтал о такой машине, и теперь у него она есть. И он на ней ездит на кладбище с сыном, ездит и сюжет по телевизору. Я охуел. Или как есть еще про эти пропагандирующие ролики, типа, ты устал, жена там абьюзер, там все бидорасы, на работе не платят, у тебя кредиты, СВО, блядь. Хуяк такой, едет там, сходил на СВО, едет там на ладе приори или на колене, а пацаны стоят, бухают, переулкан. Ха, пацаны, ну шоу тут? Я вот, ого, ого, а где ты взял? Там на СВО съездил. Ну, куда это годится? Просто у нас как-то поменялись ценности, поменялись, как будто никогда не было у людей. Просто я сейчас смотрю, как на молодежь. Есть, например, молодежь, они вообще, у них нет каких-то вот этих, я всегда критикую АУЕ понятия, но в этом случае они уместны. Ну, может, они на АУЕ понятия, пацанские, дворовые, если кто-то бросил, например, потреблять. У меня уже два или три знакомых, меня, зная, что я бросил, они меня, ну, совращают. Говорят, на, глянь, попробуй, вот, хорошее. Я говорю, ты что, дурак, так нельзя делать. А он такой, да, я тебя, да, я тебя соблазняю, я так хочу, я тебя хочу соблазнить. И он не понимает, что в цивилизованном обществе, как-то у нас так, наверное, и в Америке не так, у нас только так. Это считается самое лютое преступление, соблазнить кого-то на употребление чего-то. Ну, то есть преступление по пацанячим понятиям, во всяких там пацанских кругах за это там ебало бьют, даже там, попробуй мне предложить, я ебало набью. Вот такие разговоры. А тут уже люди, даже есть 35-летние, там, от 26 до 35, а им они этого не понимают, даже есть русские, они говорят, да, я тебя, я тебя совращаю. такой улыбается, стоит, он не понимает, что, вот я говорю, поэтому люди такие же дурные и по поводу понимания власти, свободы слова, права, государства, мы уже ебать в каком веке живем, какие ебучие технологии, уже там и на обратную сторону луны полетели, там, китайцы, чих-то, уже в Израиле там чип живили в мозг, человек может разговаривать, не разговаривая, человек может разговаривать, не разговаривая, лишенные функции речи, он может мыслями говорить, и это будет текст на компьютере печататься. А у нас, блядь, границы, СВО, нацисты, бандеровцы. Мне надо сказать это, я хочу это сказать. Я говорю, вот эти лозунгами, там, тот-то такой-то, или тот-то такой-то, или Путин тот, или Зеленский тот, или Москаляку туда, или хохлы такие-то, там, я такими лозунгами, тереминами, флочками махать не хочу. У меня даже знакомый пройдут со стримом, слава Украине, там, ебать, ну, блядь, ну, это пиздец, вот это глупые люди, причем не слава Украине, там, Путин хуйло, там, как в Грузии, чтобы там, тебя приняли в обществе, надо сказать, что Путин хуйло, это нормально. В этом моменте мне фиша не нравится, он живет лозунгами, митингами, флочками махит. Это не так, это неправильно. Я вам показываю, вот, интеллигентных, элиты интеллигенции, вот, как Пастухов разговаривают, как Венедиктов разговаривают, как Веллер разговаривает, но Веллер начинает фляга свистеть чуть-чуть, а так вот, вот так надо конструктивный диалог вести. И вот я сейчас это видео опубликую, снизу насчет, что ты против Путина имеешь, пидарас, тебя там, блядь, посадить, все, тебе обратно дорога закрыта, блядь, вас всех судить, блядь, или там, повесить. Вот, такие люди, блядь, их большинство, и, блядь, с ними трудно говорить, не о чем. И государство должно таких нас защищать, а ему, а ему наоборот, выгодно, чтобы они такие были, глупые, примитивные, блядь, потому что, если что, за новенькую ладу, блядь, или жене за айфон, человек пошел на СВО, в одной группе, недавно там читают, да я сходил, да я красавчик, я за силу на поддержку, это вот бесплатно сходил, или за денежку, тебе это не должно, блядь, пишет один там, и все с него угарнули, блядь, потому что говорят, вот ресурс кончается, выбирать начинают, огромные итоги, вот эти умные люди говорят, я когда говорю, умные люди, это они тут не варамболики, это те, кто за руку здороваться, с Песковым, блядь, те, которые бухают, с президентами, блядь, триллионы, уже триллионы, выделены на зарплату, только на зарплату, не на войну саму, а на зарплату этим спецоперациям, и на донаты тем, кто погиб, на премии, в семье, триллионы, уже выделены, с бюджета, я так как по сухому правильно сказал, типа, вот Путин, как жаловался, нас обманули, так не обманывался бы, показал бы, как надо, вложил бы в свою экономику, показал бы, школы, больницы, науку, медицину, образование, и кто-то сейчас может критику опять написать, а что у нас нет, у нас строится, вот я живу там, у нас строится, я вижу как строится, где-то одно показусно строится, красиво облизали, блядь, а рядом за углом зайдешь, я дитя водил в садик, и в школу, я охуевал, что там творится, и полы деревянные, потолки падают, блядь, и спят в каких-то шкафах, блядь, в трехъярусах пластиковых, что один на другом может пиздануться, и поборы, блядь, в школах и в садиках, то на забор, то на краску, то на цветы, то на антураж, то на дизайн, все это я вижу, понимаю, но хочется сказать, да, сейчас у меня такое, у меня как бы, блядь, синдром отмены, от созависимого типа отношений, блядь, 10 лет встречался с бабой, вот, и вот я такой, да, мне надо сказать, мне надо сказать, и я такое не могу сказать в России, меня, блядь, убьют, зарежут, закопают, или посадят, и сделают это показушно зачастую, чтобы другим было страшнее, не потому, что они за это, за родину, за Сталина, за родину, за Сталина, то есть, да, просто примитивные люди, так что ни Путин, ни хуэлло, ни москаляку, ни нагеляку, ни хохлы, пидорасы бандеровцы, не так все, не теми мы терминами общаемся, и надо избегать тех людей, которые общаются такими категориями, это глупый, примитивный народ, из-за них, кстати, война, вот я вам показываю, там, да, этого, Венедиктова Пастухова, а есть еще сидят, там, капитан Байрактар, там, свободный человек, они, ну что ты хуэлло, ну что ты русня, ебаный пидорас, ну что там у вас свет есть, и главное, одни, украинцы сидят, одни русские, и они друг друга обзывают той же самой хуйней, те же самые предъявляют претензии, вот это неправильно, вот государство должно бороться против таких людей, а не наоборот, таких спонсируют, если россияне сидят, пидорасят хохлов, какого образом, я сам хохол себе, для меня это не оскорбление, ну хохол, потому что я на Кубани жил, в Белгородской области родился, на Кубани все весь прожил, я смотрю, я реально, ну, ментально пообщаюсь, как бы, блядь, я там хуй, я не понимаю, я без наций, и государство видит, что русский сидит, хуйососит хохлов, и у него уже до хуя подписка, и начинают уже ему помогать, донатить, и он там, и в Украине так сидят, хуйососят москалей, и тоже государство видит, начинает помогать, донатить, стравливают, стращают, сказал, что это и так понятно, хули ты говоришь примитивные истины, ну, а у человека, первое право, где-то там говорят, в Америке стоит памятник, что у человека есть одно из первых неотъемлемых прав, прав сказать и быть услышанным, вот я хочу сказать и быть услышанным, все, среди объективных, нормальных людей, коих очень мало осталось, хочу сказать и быть услышанным, с конструктивной критикой, а не просто, что ты предатель, пидорас, там и оставайся, или приеду тебе пизда, блядь, ну, это пизда, блядь, это пизда, да, я там вульгарный, похабный, я матюкаюсь, там, блядь, я порой там резкий, негативные какие-то окрасы, там, могу где-то там вспылить, но потом я признаю, там что-то как-то, все-таки, кто смотрит мой канал, видит, что все-таки я, блядь, не хуевый человек, я далеко не хуевый человек, а кто розынгами разговаривает, там только полслова, его сразу видно, сразу бан, ну, куда, ну, это, блядь, мне уже 45 лет, хочется пожить, пожить так, как я хочу, а не спорить с этими, блядь, примитивными людьми, что на той стороне, что на той, говорю, мнение меняют, они пиздец, как государство скажет, так и меняет, или сейчас, как говорят, опрос был в Украине, типа, большая часть ЗСВО, но опрос проводили не среди тех, кто в окопах, а опрос проводили среди тех, кто не в окопах, и в основном среди тех, кто может даже за границу сбежали, среди них провели, они, 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 точнее, ну, они, не сдали, они как бы, за то, чтобы сейчас с Путиным не соглашаться, а воевать дальше, но сами не в окопах, они, а я тут на воле больше, говорит, сделаю, точнее не в окопе, они, типа, донатим, а сами там, на паршах, на круг катаются там по ебучим за границам дубаям всяких вот они типа за то что война продолжалась ну точнее продолжалась до победы по мнению зеленского а зеленский сейчас тоже свое мнение меняет сейчас дело запахнущее возможно трампу президентом зеленский запускает удочку надо идти на переговоры сам говорит что надо с путиным разговаривать а патриоты как сейчас дрочились некоторые там говорят у них там в ради в думе люди говорят что это такое зеленский уже предатель получается короче все это такая игра тупорылая и хочется чтобы мы простые люди блять поэтому она здесь опять же блять я скажу не очень обидно так получилось что там когда мы в октябре или сентябре пересекли границу верхнего арсена хуели там от этих пробок мы не знали что там такое будет туда не поехали я не поэтому мотиву сгибался ну так получилось и я был уже в инде до этого полгода назад без любимой потом любимая вернулась я поехал в индию опять через грузию блять и вот это получилось так что в этот момент и теперь все думают что я через верхний ларс ебался бля никуда не съебался повесток у меня не было блять но все равно я я бы не хотел воевать я против этого всего шока я просто мне приятно осознавать что умный интеллект тоже так говорят и которые москве сидят москве сидит венедиктов который чуть ли не там кажется кум блять этому пескову он говорит большая роковая ошибка путина что он пошел на территорию украины всегда стрим через стрим это говорит ничего ему за это нет тоже он чуть-чуть виновен повинен в этому должен понимать есть люди чуть-чуть глупенькие недалекие он сказал так а другой чуть-чуть не так понял или у него интеллекта не хватает грамотно выразить свои мысли начинают уже пиздеть что путин пидорас а за это конечно же могут и посадить оскорбление власти там и будем не нравится когда его обманывают он тоже индиктов ответственен блять за за то что он мелит блять трудно понять конечно почему путин держит был бы он за границей пиздела глупая тоже то причем пиздеть хотя бы узнали он действительно сидит москве веник ты оба конечно там сидишь спрятался пиздишь смелый смелый там ебать веник москве сидит в очень прикол и ходит на совместные мероприятия с всеми этими депутатами и тех кто власти вот ему можно других сажают 7 8 9 лет 6 его ахуя видимо там где-то подводные камни люди еще решают свои проблемы я живу там две башни кремля три башни кремля хочу сказать не надо не молчать и хочу найти собеседника кто солидарен с моей точки зрения я люблю россию я как будто тоже это когда я говорю нас привели родину патриотизм мне чуть-чуть стыдно и не вместо корешек я люблю россию люблю видео я люблю россию я люблю индию потому что я люблю весь мир я родился на земном шарике они потому что именно россию потому что ебать вот у нас там или от индиот в индиот натуре блять нет весь мир прекрасен я люблю и хочу путешествовать по всему миру еще все у нас было хорошо этого никогда не будет потому что пересмотрите начало моего ролика все основная масса где на планете очень глупо блять и тех кто умеет думать трудно труднее еще тем кто не умеет зарабатывать как я поэтому ссылка на донат в описании зарабатывать основном приспособленцы они молодцы пару из этих приспособленцев мы живем кто-то накопил в россии богатств ему теперь он вроде и против но молчит потому что у него семья дети надо как-то выживать также школе вот эти учителя в садик который пропагандируют они тоже глупые примитивные надо как-то выживать им сверху приходят указка чё говорить они говорят потому что у него скоро зарплата он уже должен соседям а у него ипотека кредит они очень голова болит вчера ёбнул а тут еще и на мозги ебет той понимаю ну нет хватает ума понять признать где-то критиковать еще плохого мире ничего вот интересно опять люди говорят трамп если придет к власти уже заявил будет переговариваться с путиным чтоб прекратил осень прекратит еще больше даст оружие украине в чем смысл этого посыла смысл этого посыла в том что настоящее время украине специально не додают чтоб война шла вот это мелотекущем режиме они кайфовали там решали свои вопросы эти начальники наверху продавали оружие за коверные там закулисные вопросы решали свои политические темы дабы выше все уголовно ни хуя мы всегда думали что президент хоть украины хоть америки хоть россии за людей нихуя он за себя все не хотят удержаться у власти и байден хочет удержаться не власти не ради спасения мира ради блять президента будет круто ёбаный и путин что он там так болит лишь а за россию тут потом этого не весь клан его вся семья он как бы собственник этой россии ну как он блять откажется от управления россии не ради того что у него душа болит за тебя за меня там за россию за себя у него большая семья у него большая друзья и поэтому он будет бороться за эту власть и поэтому для людей придумают всякие фишки как мы там он красавчик он красавчик так и все и байден придумывает и трамп придумывает один зеленский точно уверен болванчик 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 его купили он вот это исполняет не знаю что делать и только заложников блять заложников этой всей хуйни интересно как будут развиваться события не хочется в этом пострадать другой бы сказал растут мы выходят да не молчишь но не могу молчать не могу не могу и и что другие тоже не молчат чем я хуже и в чем тогда мой смысл жизни хоть ночь чем-то занимают ничем не занимаюсь об этом думал блять и как маркарян правильно сказал как рушит психику все видели как отрезали там чеченцы голову это все на всю жизнь психики пизда и это увидел у меня на всю жизнь психики пизда как бы это надо понимать этот арсен маркарян тоже правильно почему нас дрочат этими хуевыми новостями всю жизнь потому что это вот эти надпочечники как-то разрушает пристают выделяться когда правильный гормон и нами легче управлять на становится там депрессивными или злыми или там но там все по науке пизда то у них вот ребятки поэтому рекомендую кто понял слать лучи поддержки ставить лайки подписываться на канал и слать донаты кто будет писать критику вопроса за баню ну куда это терпеть мне кажется куда еще подробнее пытаясь что-то объяснить рассказать мы простые люди мы ни на что не влияем власть и как сказал дальше ученка власть всегда преступна и классе стремится всегда человек с ненормальной психикой чем-то обладать владеть как я хотел может обладать девушкой так и девушка хочет обладать мужчиной она мне ты должен полностью не подчиниться у меня настолько колпак упал ты должен полностью не подчиниться и тогда еще подумал буду я с тобой или нет сюда возвращаться не хочу и не хочу чтоб ты приезжал мне сейчас хорошо вывели ты зубы накачал зубы накачала нет нет два-три месяца реланинга лиза чутки здесь имею право а ты мне чё разве не пиздишь я охуел главный что во вранье почему-то меня не разрешают быть тем я хочу причем я зачем ты мне соврала он сказал об сразу были смирился очень сильно чувствую себя в нижнем дураком и это предательство когда два-три месяца все дурака делали а потом их одеваться некуда подносишь уже блять как у жопа обезьяна и одна сторона в сторону торчит блять по поводу ну получается тоже будут комплексный завершенный ролик по поводу вернется не вернется я вот как по себе скажу вернуть не вернуть нахуй надо нахуй надо и мое мнение истинно последней станции не потому что я там эго долбоеб на синдроме отмены там от наркотиков все это дичь как бы по мне просто я уже так как бы делал блять но я бы сделал но это бы уже было толку все-таки мужчина как-то никак блять хватит мне уже это делать если она сейчас продаст свой iphone сядет на самолет прилетит упадет на колени скажи извини люблю готовы тебя сосать каждый день естественно это утрирую сосать его никто не будет заставлять и особенно каждый день но это именно проявление любви если любишь то так бы сделаешь я готов так сделать каждую секунду я готов так сделать каждую секунду как она уехала из гуа просто я не хочу говорится ссоры сбы выносить покойники либо хорошо либо ничего вы бы послушали голосовые вы похуели каждое утро там доброе утро поскольку ночью ответ блять нахуй этого доброе утро там пиздец ты пидорас я на тебя жизнь потеряла ты абьюзер хули метро доброе утро купи iphone на работу пришла там подручки купили iphone а там одной купили то хочется быть девочкой хочется цветы там хочется хуи цветы блять хуи это я уже придумал это ладно и не приезжай не хочу тебя видеть хоть мне бросай и это каждый день день нахуй через день не такая а потом ой извини я вспылил а у меня там месячный пмс но я от своих слов не отказываюсь это день через день как она уехала из гуа уже нет моей доминации уже нет моего блять абьюза в ее сторону просто звонить как дела как чё там долго трубку не берет чё так хули ты меня контролируешь это уже предательство блять именно давит на самые больные точки давит 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 я уже не смог это стерпеть давай-ка и живешь мне собирает свои вещи вали пожалуйста но не могу я блять все просто вокруг давит мне и психологи с которыми общалась ядер сына бака маргаряны это лучший выход вот так надо тебе нахуй послать разорвать отношения дальше будет только хуже я почему-то им поверил всем не то что поверил я сам к этому пришел посредством их нашел себе силы так сказать и блять куда ж нахуй дальше с такими созависимыми отношениями я место себе не нахожу она мне каждый день так мозги вы ебут это просто пиздец я уже просто молчу ничего не говорю но а хули ты молчишь ты хотя бы должен что-то сказать блять хоть бы сказал извини там или чё ты начинаешь когда он извини за очки неправильного да тебе нужен айфон но не могу себе позволить блять это пиздец ребят это пиздец это пиздец это пиздец вот по как по себе скажу готов рука в секунду прибыть и тогда еще подумал но это будет шаг вот это это по моему пониманию по-другому я не могу понимать я понимаю мир только так ты сейчас продает свой айфон приезжаешь падаешь пока не натворила делов они штаны моментально сколько раз так было только и ладно иди нахуй я просто связь прекратилась просто как говорю всегда было это только если она сейчас сделать пока не натворила делова если уже натворила было такой момент и когда мы там пьян поспелим друг поругаемся на сразу 2 3 1 сразу падает на другой хуй зачем ей это надо и не понимаю а потом приходят ну ладно извини виновата ой он там был не очень мне не понравился его там большой хури что-то ебать мой хуй думал классно или блять как она год от меня ушла и специально я сказал и ни разу и мозги не выбрал с кем она гуляла с кем она ебала что не спросил с кем чё как год жила кайфовала блять делала что хотела и уже полтора или сколько мы жили после этого и ни разу не сделал упрека что с кем-то там ебалась или чё как-то там или там расскажи о нем кто этот пидорас нет ничего не было и сейчас опять только и нахуй послал на побежу сейчас второй третий день падать на хуй главное такая типа полу фрегитная это не надо там как-то по-другому надо и надо что только была любовь и не надо там чтобы как-то кто-то со стороны выебал а получается надо блять и говорю пока не натворила делова только вот так сейчас продаешь айфоны были или берешь из своего папы денег садись на самолет на колени падаешь извини люблю блять готова сосать у тебя каждый день вот тогда я пойму и только так пойму потому что даже я или вот это слово есть ксения собчак на которую может повлиять надавить и путин и фсб и уже когда давили она трусливо бежала там через границы всякие ну она сейчас в россии и на не могут надавить но в этом моменте не давит это сразу себя оправдывает что не я здесь я говорю то что вижу в публичном пространстве у нее даже можно осторожно новости телеграм-канале собрать можно минимум сотню случаев как с вошники бывшие зэки он там расчленил ребенка или изнасиловал бабушку или за силу ребенка потом съел потом там или убил или расчленил посадили в тюрьму вышел на и своего сходил пришел домой в россию и опять начинает исполнять опять кого-то изнасил убил зарезал закопал и опять уходит в тюрьму и там ему даже уже после суда опять предлагают такие на свой он опять уходит на свой это развязывают ему руки дальше беспределий потому что за что идет на свой и миллион случаев весь видео когда они берут оружия я на свой был я на свой был они это считают как оправдательно для себя и государство им дает оправдание вам позволяет им дальше идти воевать не отсидеть срок за новое преступление это же катастрофа это кошмар а где неотративность наказания или те как цепки у нас были маленьких детей душили недодушили живых там полили жидкостью для розжига и подпалили и даже они уже вышли опять гуляют по краснодарскому краю эти куда это годится и вот это я считаю катастрофа для нашей страны для государства для всего общества для юриспруденции для права порядка а как те люди которым они совершили эту боль убили родственники те живут и знают посадили насильника на 20 лет а он вышел через пять-семь и уже пришел в свое родное село ездить там на какой-то машине и рассказывать о своем еще может зайти в дом тем людям еще раз убить еще другого из него члена семьи и опять после суда к нему придет фсб или кто там скажет пойдем на сло и он возьмет и пойдет данина на рассчитывающие там погибнут некоторые не погибают и опять приходят это же катастрофа и ты ладно таких людей сейчас каждый днем становится все больше 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 с этой поломленной психикой ведь никогда у нас в россии не было такого что были психологи никогда у нас тюрьма не справляла никогда после выхода из тюрьмы не было там что ты работал с психологами как и президент но президентов нет у нас есть люди во всем мире которые захватывают власть а был бы президент то четыре срока прошло так как у него же кукушка свистит он не может отказаться от этой безграничной власти его должны под белоручники должны быть какой-то внешний арбитр внешний судья внешний наблюдатель пойдемте вот вам особнячок вот вам то вот вам всего в том доме вот он таблеточки чтобы с ума не сходили живите радуйтесь вот такое должно быть чтобы хотя бы людям было у кого есть разум они вот потом не записывали такие видео которые хочется просто кричать что же вы творите что же вы занимаетесь этим беспределом ребят что же вы творите так нельзя понимаете или нет и даже новый человек будет приходить он будет приносить новую струю даже если это может внешний наблюдатель и какое-то там мировое правительство будет свои лямбу гнуть но все равно придет новый человек будет наносить какие-то новые хуйни блять в наше развитие а не так когда уже больше 20 лет сидит ну куда же ну понятно что тут байден уже с ума сошел что наш уже засиделся ребят ну это же надо понимать и поэтому ищу рассудительных людей кто понимает ставьте лайки пишите комментарии шли те донаты критику уже не потерплю мне 45 лет на днях на 8 ноября я уже мне кажется все понял почему их на них не заводят дело за скредит за дискредитацию российской армии тогда если все по-честному почему на собчачку не заводят дело за дискредитацию российской армии потому что на факты говорит это юридические факты это новости с официальных источников что они вот это творят почему тогда на этих и сложников не заводят дела за дискредитацию армии когда не берут орудия не слово был поэтому пуф-пуф имеет право стрелять убивать опять и насиловать и почему им наоборот это в суде является смягчающим обстоятельством когда его еще раз судят потому что он был уже на и свого вы с ума сошли ребят что я все еще раз у меня молодая мне я он 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok